Димексид гель 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 Почему? Да потому что нам сейчас известно большое количество препаратов, которые способны воздействовать практически на все эти факторы канцерогенеза. Это очень важно. Это и иммунотерапия, это и таргетная терапия, и, конечно же, химиотерапия. И начнем мы, наверное, пожалуй, с одной из таких сложных тем, но я попробую максимально просто рассказать. Это иммунная система, иммунотерапия. И расскажу я немного про вообще начало, откуда берется, в общем-то, все наши иммунные клетки. Напомню вам, почему это важно. Да потому что иммунные клетки у нас, в общем-то, основные стволовые клетки находятся в костном мозге, и они там созревают, как бы дозревают, да, про клеток предшественников. Это натуральные киллеры, предшественники Т-клеток и предшественники Б-клеток. Вот натуральные киллеры, они остаются в таком виде, выходят в кровяное русло и начинают бороться сразу. Да, это первая линия обороны против любого патогена. Т-клетки поступают в тимус через лимфатические сосуды и там созревают до наивных Т-клеток. А Б-клетки продолжают дозревать в костном мозге и потом, поступая как Т- так и Б-клетки во вторичные лимфоидные органы, такие как пейровые бляшки, лимфатические сосуды и селезенка, там встречаясь, в общем-то, с антиген-презентирующими клетками, такие как дендритные клетки, которые на своей поверхности имеют антиген, белок, да, пептид, убив какую-то бактерию, макрофаг, там, антиген-презентирующая клетка на своей поверхности, несет этот белок и, в общем-то, начинает активировать, соединяясь с Т-клетками, обучает их, да, и формируется, в общем-то, активный Т-клеточный иммунитет. Или в лимфатическом узле Б-клетки с антителами, дальше я чуть подробнее про них расскажу, также формируются из наивных Б-клеток, клетки, которые так называемые плазматические или клетки памяти, и антитела, которые активно борются против любого патогена, антигена. Посредством чего происходит взаимодействие, в общем-то, всех этих иммунных клеток, да, опухолевая клетка имеет в своей структуре какой-то белок, патогенный белок, и, соединяясь с главным комплексом гистосовместимости, в общем-то, передает этот белок Т-клетке, да, это цитотоксический или CD8-лимфоцит. Вот, соединяясь с этой клеткой, уже обученная Т-клетка убивает, да, выделяет большое количество различных ферментов, такие как перфорины, гранзимы, и лизирует, в общем-то, клетку патогенную. С другой клеткой CD4 или Т-хелпер, да, происходит немножечко по-другому, и соединяется она с антиген-презентирующей клеткой посредством главного комплекса гистосовместимости, 2, и, в общем-то, вот эта клетка также выделяет, Т-клетка, Т-хелпер, что делает? Она помогает, да, она активирует макрофаги, либо она запускает и активирует воспалительный процесс, выпуская большое количество цитокинов, да, активируя другие процессы поглощения опухоли, или активирует, или обучает, так называемые, да, другие Б-клетки. Но хочу отметить, что всегда есть еще дополнительные кофакторы, то есть это основные комплексы, да, соединяющие, но обязательно есть и вторые мостики, но про них мы поговорим чуть попозже. Сейчас я бы хотела рассказать про этапы иммунного взаимодействия и, в общем-то, как происходит весь процесс формирования злокачественной опухоли, очень таким, скажем так, на картинках, да. Нормальная ткань под воздействием различных канцерогенов, которые могут отнаноситься, и радиотерапии, и какие-то инфекции, хронические воспалительные инфекции или генетические мутации под различным воздействием, да, начинают нормальные клетки трансформироваться, и, в общем-то, выглядит это вот так на своей поверхности. Они начинают появляться, у них разные рецепторы и различные сигнальные ферменты, то есть трансформированные клетки. В норме иммунная система распознает все эти сигналы и начинает элиминацию поврежденных тканей и оставляет нормальные ткани. Но когда у человека есть какое-то нарушение в иммунной системе, это может быть связано с любым фактором, хронический стресс, недосыпание, неправильное питание и другие факторы, вот здесь начинает опухоль, скажем так, иммунная система не настолько хорошо и активно начинает реагировать на измененные клетки и формируется условный баланс между опухолевой клеткой, то есть она начинает потихонечку скрываться от иммунного надзора и остаются ряд клеток, которые, может быть, не замечены иммунной системой. И это происходит до момента, пока опухолевая ткань, да, или организм человека не перестает совсем реагировать на эти изменения, и тогда баланс сдвигается, к сожалению, в сторону опухоли, и опухоль начинает развиваться уже в большем количестве. То есть так появляется иммунное, да, ускользание от иммунного надзора. Как происходит элиминация различных патогенов? Ведь они же погибают, да, и вот этот цикл, этот цикл цитохрома P450, который происходит в печени, это один из способов элиминации поврежденных тканей. Есть также натуральные киллеры, это они вот так выглядят под микроскопом, и их основное действие, это, как я уже ранее говорила, первая линия обороны, они первые бросаются в бой и, в общем-то, повреждают, сразу убивают, да, вот эти патогенные клетки, это могут быть инфекционные и опухолевые, потому они работают до того, пока не начнет уже формироваться гуморальный иммунитет. Есть еще одна очень сложная система, система белков, так называемый комплимент. Слышали про комплимент? Да, это каскад различных белков, ферментов, которые, в общем-то, не настолько хорошо изучены, но мы точно знаем, для чего они нужны. Сам по себе белки комплимента, они очень активно также взаимодействуют с патогеном и способны сами его разрушать, нарушая стенку, мембрану опухолевой или патогенной клетки, да, они, в общем-то, разрушают эту клетку. Либо второй их основной эффект, это они помогают иммунным клеткам более легко активироваться и взаимодействовать с патогенной клеткой. Вот на сегодняшний день такое количество стимулирующих ингибирующих факторов противопухолевого иммунитета было и есть, да, и изучено, найдено. Это огромная система, которая может склониться, да, в любую сторону, и вот в этом цикле развития опухоли все эти ферменты участвуют. И, конечно, нарушение его баланса приводит к сдвигу в иммунной клетке. Изменение микроокружения опухоли это тоже еще один из очень важных факторов канцерогенеза. Мы понимаем и знаем, что опухолевая ткань, она окружает себя различными клетками иммунными, которая может быть смещена, да, то есть вот синяя и оранжевая, верхняя, это, скажем так, более благоприятное течение, да, то есть когда иммунитет еще хоть как-то реагирует на опухолевую клетку, а нижняя – это когда опухолевые клетки вообще выводят иммунную систему из, в общем-то, своего иммунного надзора и начинают перетягивать их на свою сторону. Это связано с тем, что опухоль хочет выживать, она формирует вокруг себя огромный пул различных клеток организма, и тем самым, в общем-то, иммунные клетки начинают, и другие клетки начинают думать, что это собственная ткань организма, и начинают ей помогать в формировании и неоангиогенеза, и в формировании большего пула клеток, и во всех других процессах онкогенеза. Зачем? Зачем? Да, потому что пациенты нуждаются в нормальной иммунной системе, и что нам с этим делать? Пациенты с иммунодефицитом, мы знаем, что высокого риска развития злокачественных опухолей, какие могут быть и хронические заболевания, воспаления, аутоиммунные заболевания, дисбалансы различных ферментов, протеинов, они все, все это, все наши хронические болезни, они создают благоприятный фонд для формирования злокачественных новообразований. И одно из очень интересных феноменов, это воздействие глюкокортикостероидов на иммунные клетки, почему важно знать все этапы формирования иммунитета. Мы знаем, что глюкокортикостероиды сильно подавляют работу, стимулируют апоптос макрофагов, подавляют вообще все пролиферативные способности дендритных клеток, также запускают активный апоптос Т и Б клеток и у натуральных кирлеров снижают способность к цитотоксической, способность цитотоксическую. Поэтому пациенты, которые находятся на постоянном лечении глюкокортикостероидами, должны быть под нашим более четким наблюдением. И это еще к тому, что мы часто применяем иммунотерапию на сегодняшний момент иммунотерапия является одним из таких ведущих направлений, потому что разработан ряд препаратов, которые применяются практически при всех видах опухоли. Поэтому начнем разбор с иммунотерапии. Какая иммунотерапия? В 2018 году двумя учеными, очень довольно известными, параллельно американским и японским, была открыта способность препаратов иммунологических в борьбе с опухолевыми процессами, за что они получили, в общем-то, Нобелевскую премию. Это так называемые моноклональные антитела. Выглядят они так, да, они выглядят точно так же, как и антитела, которые мы знаем, есть на Б-клетками. Это гуманизированное моноклональное антитело, то есть часть легкой цепи, да, легкая цепь, она мышиная, и вот эта часть, она формируется путем гибридизации, путем забора, да, человеческих меломных клеток и путем части антител мышиных, гибридизируются в условиях лаборатории и потом селектируются антигенспецифические моноклональные антитела, то есть они отделяются, и это называются, эти препараты на сегодняшний день наиболее применяемые, это Ниволумаб, Пембролизумаб, Атезолизумаб, Авелумаб и Пелимумаб. Сейчас чуть более подробно расскажу про них. Как происходит их взаимодействие? Иммунный надзор. Опухоль выделяет, опухоль специфические антигены, иммунопрезентирующие клетки, они попадая в лимфатические сосуды, активируют Т-клеточный иммунитет, и в общем-то Т-клетка полетела к опухоли для того, чтобы ее разрушить. Посредством чего происходит разрушение? Взаимодействие между Т-клеткой и опухолевой клеткой проходит посредством программированного рецептора программированной смерти-1, то есть PD-1. А опухолевая клетка имеет на своей поверхности легант, то есть блокируя ее, выключая ее способность к цитотоксическим эффектам. И выключая, соответственно, опухолевая клетка становится невидимой для иммунной клетки. И есть препарат, который называется анти-PD-1 препарат, неволумаб, например, это его молекула, которая блокирует этот рецептор и не позволяет в общем-то опухоли соединяться и инактивировать Т-клетку. Другим таким же препаратом анти-PD-1 препаратом, то есть с рецептором Т-клетки соединяется, является препарат пембролизумаб. Другая группа препаратов это анти-PD-1 препарат, и к ним относятся такие препараты, как авилумаб, атезолизумаб и дурволумаб. Они соединяются с легандом, который находится на поверхности опухолевой клетки, и в общем-то эффект у них очень похожий, то есть они не дают взаимодействовать опухолевой клетке с Т-клеткой. Но они несколько отличаются по своей способности, потому что и по своим эффектам, и чуть дальше я об этом тоже вам обязательно расскажу. Как я говорила ранее, что для того, чтобы происходило взаимодействие как опухолевых клеток с Т-клетками, так и между нормальными клетками иммунной системы, нам необходим обязательно основной рецепторный канал плюс кофактор так называемый, то есть он дополнительный, он есть всегда, пока их выключать мы не умеем. Есть еще один вариант рецепторного взаимодействия, это анти-CTL-4. Анти-CTL-4 препарат, называется он и пилимумаб, он взаимодействует с рецептором CTL-4. Как проводить оценку эффективности терапии? Да, мы уже говорили в прошлой лекции про систему Рецист-1-1 по оценке эффективности проводимой химиотерапии. Для определения эффективности иммунотерапии есть отдельная система, она называется Айрецист. Почему? А потому, что мы с вами действуем непосредственно на опухоль и вызываем цитотоксический эффект, а мы воздействуем на иммунную клетку, на иммунное взаимодействие, а это несколько другой механизм и получаем мы немного другие эффекты. Но принцип оценки эффективности похожий. Есть измеряемые очаги и неизмеряемые очаги. И непосредственная оценка примерно так же. Полный ответ это стопроцентный либо частичный ответ, либо прогрессирование. Но здесь есть очень интересная особенность. У пациентов, которые получают иммунотерапию, может быть неподтвержденное прогрессирование болезни или так называемый феномен псевдопрогрессирования. Что такое псевдопрогрессирование? Псевдопрогрессирование мы можем фиксировать, когда от первичного базлайна от начала терапии при первом контрольном обследовании мы видим увеличение опухоли более чем на 20%. Тут мы не можем с вами поставить однозначное прогрессирование болезни, как если бы мы это сделали при химиотерапии. Здесь мы ставим IUPD, то есть это неподтвержденное прогрессирование и мы должны обязательно выполнить повторную оценку продолжить терапии и выполнить повторную оценку эффективности терапии через 4-6 недель, максимум через 8 недель лечения. Для чего? Для того, чтобы быть уверенными, что это не иммунная реакция. Мы с вами активировали иммунные клетки, то есть мы заблокировали вот это их взаимодействие между иммунной клеткой и опухолевой клеткой, соответственно иммунный надзор активизировался и иммунные клетки помчались убивать опухоль. Из-за этого может возникнуть вот эта волна микроокружения опухолевой клетки иммунными клетками, то есть происходит борьба и мы можем преждевременно снять пациента с лечения. Однако, если мы с вами получаем снижение уменьшения при следующем контрольных оценках снижения размеров образования, мы ставим уже стабилизацию заболевания и наблюдаем пациента до момента, пока у него снова не начинается рост опухолевых узлов. Если рост опухолевых узлов произошел, мы снова возвращаемся, мы не ставим сразу прогрессирование, а снова ставим неподтвержденное прогрессирование, потому что это может быть снова феномен псевдопрогрессирования. Какие же варианты точного прогрессирования мы можем поставить? Это, конечно же, появление новых очагов. Но, к сожалению, есть такой феномен, как феномен гиперпрогрессирования. Это абсолютно неожиданный ответ на проводимую иммунотерапию. Есть несколько гипотез возникновения, но так как до сих пор не до конца ясны многие моменты вообще в иммунной системе нормального человека и взаимодействия иммунотерапии с опухолевым воздействием на иммунную систему, то вот этот феномен гиперпрогрессирования он описан пятью потенциальными гипотезами, но до конца мы не можем знать, что это такое. Это когда выходим настолько, да, посмотрите, вот здесь вот третья картинка, это полностью печень в течение восьми недель была поражена опухолевыми очагами. Такое встречаться может от четырех до двадцати девяти процентов, но клинические онкологи, которые часто работают с иммунотерапией и видели это, да, это встречается, но на самом деле не так часто, как описано в литературе. Чаще всего мы сейчас проговорим про какие самые токсические препараты возможны. И так как, опять-таки, повторюсь, не до конца еще понятна вся система, как оценивать, да, систему рецист, потому что это не совсем обычные токсические препараты, то ряд авторов в двадцатом году они опубликовали потенциально возможную систему оценки в зависимости от скорости прироста опухоли в течение каждого чекапа. И тут оценивался объем сначала, да, в двадцатом году это оценивался объем, то есть время до, точнее так, объем первичной опухоли на момент начала терапии, вычитается опухоль размера и объем опухоли на момент вот этого контроля и делится на время, в течение которого произошло вот это увеличение. Таким образом получали объем опухоли, но это не совсем, да, это больше в системе ВОЗ было, да, объем, потому что два размера. Сейчас это уже разрабатываются новые формулы, которые включают один аксиальный размер, как в системе рецист, и это будет, скорее всего, попроще, возможно, в ближайшее время мы получим новую систему оценки опухолевой ткани. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему, да, то есть это как бы как феномен гиперпрогрессирования можно отнести, так и, к сожалению, нежелательные токсические явления на фоне проводимой иммунотерапии. Так как рецепторы PD-1 и вообще иммунные клетки, они есть во всем нашем организме, да, то, соответственно, нежелательное явление мы можем получить абсолютно любое на любой ткани и органе. Они немного отличаются друг от друга, да, по токсичности. Если мы возьмем с вами наиболее токсичным, это является препарат анти-сетель-4, препарат эпилемумап, он наиболее токсичен, анти-PD-1 препарат, это ниволумап, эмбролизумап, достаточно токсичный, и токсичность может проявляться на любом этапе в принципе вообще лечения пациента. И препараты анти-PD-1 группы, они чуть менее токсичны, и это объясняется тем, что анти-PD-1, то есть они блокируют леганды, располагающиеся на опухолевых клетках, а не на иммунных клетках. С этим связана их более низкая токсичность, и здесь вот в графике видно, что иммунопосредовательно нежелательные явления первой-второй степени, они встречаются аж до 40%, если вы видите, сиреневым это препарат анти-CTL-4, наиболее токсичная группа препаратов. Препараты анти-PD-1, как я говорила, они наименее токсичны, первой-второй степени тяжести, встречаются менее чем в 10%, а если мы говорим про степень анти-PD-1 и анти-PD-1, почти что не встречаются. Анти-CTL-4, токсичная наиболее токсичная третья-четвертая нежелательные явления, это порядка 12% поражают желудочно-кишечный тракт. Конечно же, есть стандартные рекомендации по лечению иммунопосредовательно нежелательных явлений, и, как правило, первая степень этих нежелательных явлений вообще не требует никакой коррекции. Вторая степень лечится применяться либо местные стероиды, либо системная пероральная терапия до 1 мг на 1 кг глюкокортикостероидов в сутки. Другие иммуносупрессанты не рекомендуются, и терапия может только откладываться, но кроме таких осложнений, как кожная токсичность или эндокринопатия. При этих видах токсичности иммунотерапия может быть продолжена. При третьей и четвертой степени нежелательных явлений, независимо от пораженного органа, пациент нуждается в госпитализации. При этом при четвертой степени пациент нуждается в пульс терапии метилпренезолоном, и при отсутствии эффективности от назначения пульс терапии пациент может быть добавлено даже иммуносупрессанты. Конечно же пациентам с четвертой степенью токсичности мы дальше терапию не можем проводить и переводим на любой другой вид лечения. Запоминать все это конечно же не нужно, потому что каждый вид токсичности имеет свои подходы в терапии. И здесь нам как всегда помогают конечно наши клинические рекомендации. Есть это все в свободном доступе, управление иммуно-посредовательными нежелательными явлениями. и в этом году было добавлено большое количество дополнений интересных по лечению данных нежелательных явлений. Дальше мы поговорим про таргетную терапию. Таргет это цель и мы попробуем немного разобраться в таргетной терапии. На самом деле одним из очень активных препаратов вообще веществ рецепторов которые стимулируют опухолевые опухолевое развитие мы уже с вами говорили про семейство рецепторов хер это относится к эпидермальным факторам роства которые запускают каскад скажем так сигнального пути который стимулирует транскрипцию пролиферацию днк клетки клетка способна к непрерывному делению также напомню что у нас может быть и демеризация то есть соединение двух рецепторов рядышком которые очень более значимо активно начинают пускать сигнальные пути и мы можем воздействовать с вами моноклональными теми же антителами как на поверхности то есть над мембранной части рецептора это моноклональные антитела или большие молекулы так и малыми молекулами то есть это ингибиторы тирозинки нас которые воздействуют на рецепторы в подмембранной части стимулируя или воздействуя на рецептор особенно моноклональным антителом мы стимулируем еще дополнительно то есть мы его выключаем этот рецептор и запускается процесс эндоцитоза то есть клетка сама начинает изолировать вот этот выключенный рецептор поглощает его в цитоплазму и в общем-то нейтрализует одним из примеров эпидермального сигналинга это рецепторы EGFR которые на также все тот же путь запускает и ряд вообще путей сигнальных H4 стимулирует и опухолевое выживание и пролиферацию в общем-то все факторы онкогенеза запускаются посредством эпидермального фактора роста и через эпидермальные рецепторы одним из препаратов моноклональных антител то есть таргетным препаратом является препарат сатуксимаб который мы активно применяем для лечения колоректального рака метастатического у пациентов с диким типом в гене раз то есть это отсутствие мутации в гене как он работает он надмембранную часть рецепторов блокируя тем самым останавливая вот этот сигнальный путь и клетка перестает теряет способность к метастазированию к пролиферации к выживанию не стимулируется ангиогенез соответственно под воздействием цитуксимаба заблокируя все пути мы просто клетка просто гибнет и запускается апоптоз другой механизм действия таргетного препарата мультикиназного ингибитора примером подмембранного воздействия это малая молекула на примере препарата линвотиниб этот препарат первым в начале в самом своего изобретения был и назначался пациентом с раком щитовидной железы и воздействует он на сосудистые факторы роста и на факторы роста фибробластов из-за того что он обладает мощным антиангиогенным воздействием и прямым противоопухолевым действием то есть блокирует подмембранную часть рецептора он блокирует различные способности опухоли к формированию сосудов и снижает также резистентность препарату но мы на самом деле имеем большое число всяких сигнальных путей и конечно же на многие вот эти сигнальные пути уже в настоящий момент есть активные мультикиназные ингибиторы таргетные препараты и изучалось и изучается и будет изучаться большое число комбинаций для того чтобы усилить эффективность каждого препарата то есть например препарат комбинация препаратов линвотиниб плюс эверолимус линвотинибом мы воздействуем на подмембранную часть рецепторов VGFR и VGFR это факторов фибробластов и сосудистого факторов роста а препаратом эверолимус мы блокируем сигнальный путь на белок мтор и тут мы как бы усиливаем эффективность вот этой комбинацией таргетной терапии но к сожалению тем самым мы увеличивать можем и токсичность в связи с тем что появилась и иммунотерапия с 18 года также активно стала изучаться комбинация таргетного препарата с иммунопрепаратом потому что мы также воздействуем не на один путь а на два пути взаимодействия и активации опухолевой клетки то есть эта комбинация линвотинип с пембролизумабом на сегодняшний день применяется в ряде опухолей да уже четыре показания на сегодняшний день имеется официально по инструкции поэтому эта комбинация очень активна какова гипотеза почему иммунная и таргетная терапия могут быть между собой так эффективны ну потому что опухолевые клетки способны к неоангиогенезу и к формированию своего собственного микроокружения да то есть окружая себя и перицитами и другими факторами роста создает себе очень благоприятный фон для своего развития когда мы ингибируем вот этот VGF и FGF препаратом линвотинип мы ингибируем останавливаем неоангиогенез уменьшаем количество притока различных иммунных клеток моноцитов и макрофагов увеличивается тем самым микроокружение другое да Т-лимфоцитами за счет этого когда мы дополняем терапию иммунопрепаратом мы актив активируем в общем-то да вот эту способность противоопухолево иммунного ответа ну хорошо вы скажете нежелательное явление таргетная терапия если терапия такая таргетные и воздействует только на опухолевые клетки да и убивая конкретно конкретно рецепторы в опухолевых клетках тогда почему же мы имеем такое количество нежелательных явлений это все связано с тем что нормальная клетка также содержит все те же самые рецепторы просто в опухолевых клетках при наличии амплификации гена здесь опять мы рассматриваем да я привожу пример наиболее хорошо изучены группе рецепторов это HER2 рецепторы амплификация гена стимулирует рост большего числа да то есть наличие большего числа рецепторов на поверхности клетки но конечно же да и нормальные клетки повторюсь содержат все те же самые рецепторы но просто в обычном в обычном количестве поэтому таргетные препараты на опухолевые клетки действуют более активно чем на здоровые клетки но тем не менее все равно с наиболее частыми нежелательными явлениями таргетной терапии являются кожная токсичность кардиоваскулярная и гематологическая какие же наиболее частые виды драматологических реакций это акноподобная сыпь это кератозы трещины кожи то есть ладонно-подошвенной эритродезостезии или ладонно-подошвенный синдром это онихолизис это паранихи воспаление ногтей у пальцев кожи пальцев рук это трихомегалия это очень редкое осложнение но к сожалению оно на анти-GFR препаратах возникает это алопеция и как же посмотрите в каком процентном соотношении все эти препараты как моноклональные антитела такие как цитоксимаб и панитумумаб также и малые молекулы как эрлатиниб бифетиниб афотиниб андетаниб лапотиниб они обладают какой-то кожной токсичностью то есть практически каждый пациент будет иметь ту или иную степень кожной токсичности безусловно уже описаны все степени по системе CT-CIE мы ее в прошлый раз разбирали первая степень токсичности это поражение сепью популезно-постулезной менее 10% тела и не сопровождается зудом то есть это выглядит как акне вторая степень это от 10 до более 30% тела и может не сопровождается зудом и никаких нет других проблем у пациента третья степень это более 30% сопровождается или не сопровождается уже кожным зудом конечно же данная категория пациентов уже начинает нервничать потому что это социальная адаптация и мы это очень значимо потому что все же это люди взрослые это не дети агноподобная сыпь возникающая у взрослого человека она несколько конечно дезориентирует человека в обществе и четвертая степень это тотальное поражение кожных покровов может сопровождаться с гныничковыми различными осложнениями с развитием даже суперинфекций требует обязательно антибактериальной терапии в условиях стационара как мы боремся с акноподобной сыпью это в основном конечно профилактика наша задача профилактировать как можно раньше возникновения данного вида токсичности и это возможно назначая препарат каждому пациенту который мы знаем что имеет спектром нежелательных явлений мы должны обязательно рассказать что пациент должен ухаживать за своей кожей у мужчин это избегание бритья и нанесение увлажняющих кремов как мужчин так и у женщин это возможно применение глюкокортикостероидов топических на возникающие сыпь особенно перед сном это обработка рук ног обязательно мягкими мылами это не должно быть никаких агрессивных воздействий на кожу это применение солнцезащитных кремов и однозначно избегание прямых солнечных лучей и ряду пациентов может быть назначена антибактериальная системная терапия препаратом доксициклин дозировки на 100 миллиграмм в сутки сейчас мы поговорим с вами еще про один вариант таргетного препарата это брк брк ассоциированные опухоли наверное стали очень популярны особенно после того как актриса анжелина джоли удалила себе профилактический теломастектомии авариектомии из-за того что является носительницей гены брк ген брк это является рекомбинантным белком которое в общем то продуцирует белок брк 1 и брк 2 и его дефицит способствует формирование эффективной репарации белка днк извините у нас в каждой клетке организма происходит разрывы однонитевые и в общем то брк а белок он восстанавливает вот эту гомологичную рекомбинацию которая способствует нормальной дальше продолжению репликации днк когда у нас есть мутация в гене брк у нас нет этого белка который способен восстанавливать вторую нить днк соответственно идет путь восстановления по какому-то альтернативному пути формируется геномная нестабильность и начинает формироваться опухолевая клетка одним из таких белков которые являются альтернативными белками является белок парп который в общем то участвует в восстановлении да однонитевого разрыва то есть восстанавливает его либо блокирует однонитевой разрыв и в общем то здоровая клетка она восстанавливается и выживает полноценно а вот если у нас есть мутация в гене брк то опухолевая клетка она в общем то не может гомологично полноценно вернее так здоровая клетка не может гомологичным рекомбинатным белком восстановиться полноценно и она мутирует превращаясь в опухолевую и мы имеем на сегодняшний момент препарат аллопарип талазопарип это группа ингибиторов парп белка как раз вот этого белка который должен восстанавливать неполноценную да то есть разрыв и применяя этот извините этот препарат мы стимулируем летальность клетки опухолевой клетка погибает следующий вариант лечения таргетной это циклинзависимые киназы те кто слушали прошлую лекцию можно сказать что я рассказывала про циклинзависимые киназы про их открытия и в общем-то эти вещества они участвуют в переходе клетки из G1 в С фазу то есть они регулируют эту часть в 2001 году также была получена Нобелевская премия за открытие вот этих циклинзависимых киназ которые участвуют в фосфорилировании белка ретинобластома я напомню что белок ретинобластома это протонкогенный белок который контролирует переход клеточного цикла из G1 в С фазу и в общем-то когда этих циклинзависимых киназ 4 и 6 становится очень много белок ретинобластома полностью заблокирован и он не способен контролировать транскрипционный фактор поэтому клеточный цикл непрерывно начинает работать и клетка делится 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 и поэтому у нас был открыт препарат ингибиторы CDK 4 и 6 к ним относятся препараты рибоциклип и обемоциклип они применяются широко при лечении рак молочной железы что делает ингибиторы CDK 4 и 6 они блокируют ингибируют это большое количество циклинзависимых киназ тем самым белок ретинобластома в общем-то он работает в должном уровне то есть он не весь фосфорилируется и выполняет всю свою функцию путем активации транскрипционного фактора воздействия на него и контролирует клеточный цикл как я уже говорила что на сегодняшний момент в активной практике мы имеем три различных ингибиторы CDK 4 и 6 которые вроде бы как бы относясь даже к одной группе препаратов они имеют несколько разную активность наиболее похожим между собой являются препараты палбоциклип и рибоциклип вот обемоциклип он более активен и вот здесь он ингибирует наибольшее число циклинзависимых киназ их порядка 12 которые он ингибирует поэтому препарат обемоциклип он и более токсичен и конечно же он может применяться в монорежиме в своем при лечении пациентов с раком молочной железы в отличие от препаратов палбоциклип и рибоциклип которые применяются только в комбинации с гормонотерапией и из-за того что они воздействуют на циклинзависимые киназы так же как кстати и парп ингибиторы наиболее часто их токсичность является гематологическая гематологическая работает вообще просто в препараты мы знаем хорошо что эритроциты нейтрофилы макрофаги относятся к неделящимся клеткам это уже зрелые клетки которые нам необходимы а вот активное деление происходит в костном мозге это стволовые клетки клетки предшественники как воздействует мы воздействуем на гемопоэз при химиотерапии в день проведения химиотерапии мы воздействуем на весь пол клеток начиная от стволовых до зрелых и у нас происходит апоптос зрелых клеток и к сожалению апоптос стволовых клеток и клеток предшественников соответственно мы с вами на какой-то момент получаем нитропинию третьей четвертой степени что происходит при применении таргетных препаратов не только ингибиторов CDK4.6 но и парп ингибиторов воздействуя на весь пол клеток так как это тоже системная терапия да конечно мы получаем гибель не отделяющихся клеток но у нас с вами происходит только арест клеточного цикла да то есть мы не цитотоксическим эффектом оказали на клетку а мы воздействовали на циклинзависимые киназы или на белки репарации тем самым мы по сути с вами обратимо остановили деление и приостанавливая терапию ингибиторами CDK4.6 на несколько дней мы в общем то получаем созревание дальнейшее дальнейшее созревание клеток крови да и нормальное восстановление уровня ну сейчас снова мы вернемся к одному из самых хорошо изученных семейств рецепторов рецепторы херы которые мы имеем до 4 и как я уже ранее говорила да и способности к демеризации и активации сигналинга на эти рецепторы конечно же был найден препарат препарат под названием тростузумаб это моноклональное антитело гуманизированное также которое воздействует на рецептор хер-2 расположены над мембранной части и блокируя его собственно говоря да мы останавливаем сигналинг но когда мы имеем демеризованные демеризованные рецепторы то есть они соединены между собой два рецептора например хер-2 и хер-3 то здесь мы воздействуем только на один сигналинг но не воздействуем на другой и это менее эффективный вариант терапии и тогда был разработан еще один препарат называется он пертузумаб который своим своей молекулы способен разорвать демеризацию между двумя рецепторами да и таким образом наиболее активным рецептором является рецептор хер-2 поэтому отсоединяя его от демеризованного хер-3 или любого другого рецептора семейства хер мы получаем в общем-то инактивированный рецептор и блокируем его препаратом тростозумаб таким образом очень часто применяемая комбинация для лечения хер-2 экспрессирующего рака молочной железы пациентов это тростозумаб и пертузумаб еще одна группа препаратов очень интересная но про нее я чуть подробнее расскажу это препарат тростозумаб действия но сам по себе тростозумаб так как рецепторы я уже говорила есть во всех клетках не только ингибируют опухолевые клетки но также к сожалению воздействует на кардиомиоциты вызывает такое неприятное нежелательное явление как кардиомиопатия и конечно же для лечения пациентов с данной патологией у нас тоже есть свои алгоритмы каждый пациент обязательно проходящий химиотерапию или таргетную терапию которая является кардиотоксичной обязательно должны у нас обследовать фракцию выброса левого желудочка да то есть делать эхо кг до начала терапии мы обязаны просто определить процент да насколько хорошо у нас работает левый желудочек не рекомендую категорически пациентам пациента брать на начало терапии потому что пациентов у которых фракция выброс левого желудочка менее 40 процентов это группа пациентов мы вообще должны рассмотреть альтернативные методы лечения у пациентов которая фракция выброса больше 40 да то тут мы тоже должны быть очень активны очень внимательно следить за выполнять эхо кг как только мы получаем симптомы кардиотоксичности какой-то да или получаем с вами контрольное эхо через три месяца раз в три месяца терапии да мы знаем что таргетную терапию тростозумаба мы проводим пациентам даже в адевантном режиме до года а уж говорить про метастатических пациентов которым мы проводить терапию можем до прогрессирования а это может быть и год и два и более мы должны каждые три месяца оценивать фракцию выброса левого желудочка обязательно и если вдруг мы замечаем что у нас есть снижение на десять процентов и более необходимо пациенту определить уровень тропонина и обязательно направить его кардиологу это просто жизненно важно потому что мы здесь должны либо приостановить противопухолевую терапию провести кардиопротективную терапию в условиях стационара либо вообще вынуждены будем отменить проведение данной терапии но должны работать обязательно в команде кардиологами на сегодняшний момент появился еще один новый очень интересный класс препаратов пока что мы не сильно знаем как с ними работать это особые препараты один из них является препарат тдм-1 который вам показывал два слайда назад так называемый тростузумаб и танзим новый препарат тростузумаб дурукстыкан который также применяется для лечения пациентов с метастатическим раком молочной железы что представляет из себя данный класс препаратов это класс противоопухолевых препаратов который сочетает с собой не только моноклональное антитело но и также лекарственный химиопрепарат который соединяют соединили с моноклональным антителом посредством определенного мостика так называемого линкера что делает этот препарат настолько эффективным во-первых само по себе моноклональное антитело это специфический селективный к определенному антигену рецептору афинный препарат с минимальным иммуногенным ответом химиопрепарат который подсоединен линкером к моноклональному антитело должен обладать тоже рядом качеств это высокая активность его позволяет преодолеть резистентность опухоли к данному таргетному препарату это его способность к цитотоксическому воздействию а линкеры это стабильная связь между моноклональным антителом и химиопрепаратом история развития EDC препаратов группы этой она довольно таки длительная начиналась с 1913 года и начинали соединять в основном это в гематологии применялось данные варианты комбинации но однако в 2000 году из-за развития большого числа летальных исходов этот препарат был вообще запрещен и отозван и не допускался даже для клинических исследований 13 лет понадобилось ученым для того чтобы разработать первый EDC препарат это ростозумап онтанзин который очень широко на сегодняшний момент вошел в нашу практику также появились брентуксимат витадин это препарат применяемый при миломной болезни в семнадцатом году когда вот способность вот этого цитостатика который подсоединялся к моноклональному антителу удалось настолько сбалансировать что он не являлся настолько токсичным то в семнадцатом году в общем-то был уже изучен и одобрен из-за сниженной токсичности препарат тростозумап дорог стыка и сейчас он уже даже в россии входит в расширенный доступ ну не в расширенный доступ возможность уже есть ряда пациентов получать данную терапию при поддержке компании и думаю что в ближайшее время он также войдет в нашу клиническую практику за счет чего обеспечивается эффективность этих препаратов как я ранее рассказывала моноклональная антитила само по себе также оно и воздействует так же как и просто в тростозумабе соединяясь с рецептором останавливает сам по себе сигналинг потом эндоцитоз происходит и вот эта молекула которая химиотаргетного препарата она попадает в клетку путем эндоцитоза там растворяясь высвобождается активное химическое вещество цитотоксическое которое повреждает днк клетки и клетка дополнительно гибли помимо того что заблокировали сигналинг мы еще и цитостатиком повоздействовали на клетку и клетка в общем-то погибла выпуская опять-таки цитостатик который воздействует на окружающие опухолевые клетки тем самым в принципе мы очень активно можем убивать еще и соседние клетки то есть не только одну клетку для чего были разработаны эти препараты для преодоления ограничений традиционной таргетной терапии терапевтическая активность в общем-то повысилась и очень специфично теперь опухолевые противопухолевый препарат поступает именно в опухолевую клетку ну у нас остался еще один на мой взгляд очень интересный тип терапии это эндокринотерапия и сейчас мы поговорим с вами про андрогены мы хорошо знаем что рак предстательной железы это довольно распространенная опухоль на сегодняшний момент и хорошо знаем что тестостерон вырабатывается в яичках да мужчины и по посредством обратной связи в гипоталам гипофизарной системе контролируется в общем-то органистами гонотропин релизин гормонов тем самым как бы стимулируя андрогены андрогены это тестостерон который проникает через мембрану клетки в цитоплазму где где взаимодействие с 5 альфа редуктазы превращается в очень активный дегидротестостерон который соединяясь с рецепторами андрогенами которые находятся в цитоплазме запускают в общем-то транскрипцию днк и стимулирует пролиферацию дифференцировку выживаемости рост клетки есть такие препараты как антиандрогены второго поколения и сейчас они также очень активно вошли в нашу ежедневную практику это препарат аплутамид дарутамид энзутамид основная их эффективность направлена на то что они блокируют переход дегидротестостерона до соединение соединять то есть конкурентно блокирует рецепторы андрогеновые рецепторы не давая дегидротестостерона активно воздействовать на эти рецепторы соответственно они останавливают в общем-то транскрипцию гена и снижают и уровень пса и рост и выживаемость клеток есть мы хорошо знаем что на сегодняшний момент очень активно применяется для лечения ракопредстательной железы такие препараты как агонисты антагонисты гонотропин релизин гормонов как они действуют гипоталама гипоталама гипофизарную систему путем на нее на ее воздействие дегареликс это антагонист он останавливает гонотропин релизин гормоны их выработку блокируя поэтому этот препарат он существует только в своем монорежиме моноварианте и применяться может для лечения ракопредстательной железы без какой-либо дополнительных препаратов а вот препараты агонисты гонотропин релизин гормона они действуют посредством истощения гипоталама гипофизарной системы они очень активно воздействуют и стимулируют выработку гонотропинов истощая гипофиз и только после этого в общем то да уровень гормонов у нас снижается поэтому пациенты которые находятся на лечении то есть тем кому инициируется терапия агонистами гонотропин релизин гормона в течение первых 14 от 14 до 28 дней обязательно должны получать антиандрогены первого поколения для того чтобы предотвратить синдром вспышки ну про орхоктомию мы говорить не будем каковы же механизмы резистентности к андрогенной депривационной терапии их на самом деле много да и одна из них это амплификация гена андрогеновых рецепторов то есть получается очень большое число андрогеновых рецепторов у нас в клетке соответственно это увеличивается афинность и активность в общем-то транскрипции гена другой вариант это активация альтернативными стероидами такими как эстрогены прогестероны глюкокортикостероиды это мы можем мы понимаем что и другие рецепторы другие активные стероидные гормоны они могут воздействовать на андрогенные рецепторы еще одним механизмом является дисрегуляция коактиваторов это коактиваторы которые также дополнительно участвуют в трансформации дегидротестостерона в тестостерон внутриопухолевой синтез тестостерона то есть опухоль сама по себе способна продуцировать большое число тестостерона плюс из холестерола также может продуцироваться поэтому пациенты с большим индексом массы тела они чаще страдают заболеваниями раком предстательной железы это также стимуляция активности андрогеновых рецепторов посредством усиления интерлекиновой активности и конечно же я не могла не рассказать про рак молочной железы потому что это тоже очень наболевшая тема и здесь мы говорим про гиперэстрогению эстроген это тоже стероидный гормон который проникает через мембрану соединяется с эстрогеновым рецептором и в общем-то запускает транскрипцию гена и стимулирует клетку активации и мы знаем что у нас есть ряд препаратов такие как например ингибиторы ароматазы эстроген он под воздействием ароматазы вернее так андрогены под воздействием ароматазы превращаются в активный эстроген и когда мы блокируем ингибиторы ингибируем ароматазу препаратом ингибиторами ароматазы например литрозол соответственно мы останавливаем вот эту вот возможность соединения с рецептором внутри клеточным эстрогеновым и соответственно останавливаем транскрипцию гена однако да бывает еще один вариант препаратов это тамоксифен который посредством конкурирующего взаимодействия с рецепторами эстрогеновыми рецепторами он конкурентно взаимодействует и тоже останавливает транскрипцию гена еще один вариант работы гормонального препарата препарат фулвестрант он не только активно конкурентно взаимодействует с эстрогеновым рецептором но еще и запускает как бы хроматиновую нестабильность и повышенную да сворачивание хроматина и так как мы знаем что в общем то монотерапия эндокринотерапии в принципе практически у пациентов с метастатическими формами рак молочной железы на сегодняшний момент уже не применяется да то для того чтобы усилить эффект от проводимой эндокринотерапии мы имеем такие препараты как например циклинзависимые ингибиторы CDK4-6 циклинзависимых кеназ это палба рибоциклип дополнительно взаимодействия они как бы усиливают эффективность от проводимой терапии также есть такие препараты уже на сегодняшний день как ингибиторы пиктрисии 5 реки или пиктрисии алпилисип препаратов при мутации в гене пиктрисии препараты эмтор мы знаем что комбинация также с эмтор ингибиторами очень активно сейчас также очень очень активно и широко изучается эффективность и вообще роль в мутации в гене ESR1 это мутация гена которая как бы определяет эндокриновую устойчивость опухоли молочной железы и так как мы конечно же понимаем что в принципе эндокринотерапия одна в монорежиме она эффективна но не настолько насколько бы хотелось мы стараемся найти любой возможный путь к преодолению эндокринной резистентности добавляя различные мультикиназные ингибиторы активируя различные блокируя точнее различные пути взаимодействия и работы опухолевой клетки ну я также еще раз хочу поделиться с вами своими контактами своим инстаграмм электронной почты потому что с удовольствием готовы делиться любой интересующей вас информацией здесь полезные ресурсы это первые два это абсолютно бесплатные нссн где вы можете найти абсолютно все возможные последние гайдлайны по лечению и не только с ссылками с активными и изучать в общем-то в любой вариант любой опухоль это наш русско сайт который также абсолютно бесплатный активно много можно там и смотреть видео лекции и презентации конференций все все рекомендации я на них очень часто ссылаюсь но у нас еще рекомендация аорг конечно же и два вот здесь эсмо аско общество которым да молодым онкологам особенно рекомендую вступать в эсмо потому что есть различные грантовые поддержки возможности изучать это все это учась в европе как только надеюсь кончится коронавирус это конечно же приложение онкоассист про которое я рассказывала в первой лекции достаточно много которым это приложение помогает нам в работе начиная от стадирования там содержится большое число различных калькуляторов которые позволяют нам рассчитывать и риски и площадь поверхности тела и рассчитывать дозу препаратов и конечно же хочу сказать что онкология и способны возможности сегодняшние и в изучении они абсолютно безграничны онкология это как космос и нам только дай пространство и волю к сожалению в одну лекцию невозможно вместить так чтобы это все было максимально доступно но сейчас я готова отвечать на любые ваши вопросы мы ждем вопросы комментарии спасибо за внимание рада была поделиться информацией димексид гель современная форма проверенного лекарственного средства с антимикробным противовоспалительным и местно анестезирующим действием теперь в новой упаковке димексид гель применяется в комплексной терапии акне фурнкулеза микоза стоп узловатый эритемы дискоидной волчанки и ограниченной склеродермии димексид гель быстро проникает через кожу и через оболочки микробных клеток повышает проницаемость кожи и чувствительность микроорганизмов к лекарственным средствам димексид гель ваш помощник в лечении заболеваний кожи плохо спите это просто ужас примите валимидин с валерьяной пустырником боярышником и мятой спокойствие только спокойствие валимидин аллергодерматозы частая причина упорного кожного зуда когда наружная терапия не дает быстрого результата в помощь врачу вегетрокс негормональное средство лечения кожного зуда при аллергических дерматозах действующее вещество вегетрокса пророксан относится к классу альфа адреноблокаторов пророксан снижает возбудимость диэнцефальных структур мозга регулирует тонус симпатоадреналовой системы в комплексе с топическими средствами вегетрокс способствует купированию упорного зуда при дерматозах не обладает психотропным действием не вызывает сонливости вегетрокс вегетроксан 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 м м м м Субтитры подогнал «Симон»